Vanilla Well. Это канал, на котором автор занимается еженедельными игровыми стримами. Хорошо поставленный голос ведущего, разнообразие игровых жанров, активное общение с чатом и многое другое. С таким контентом вы не заскучаете. Ссылка на канал будет в описании к ролику. Здравствуйте, любители Call of Duty, с вами снова Спектр. И вот уже спустя, я даже не знаю сколько, 3 или 4 недели, я наконец-таки возвращаюсь к кастомным миссиям в Call of Duty 4 Modern Warfare. Итак, друзья, сегодняшняя миссия у нас будет называться The Deal. Как вы помните, я на канал давным-давно уже проходил такую кампанию, как Rooftops, где в одной из миссий, а именно во второй, у нашего протагониста, которого зовут Спи, случился флэшбэк, где он под видом агента вспоминает срыв сделки генералу Романову, антагонисту кампании Rooftops, с которым так и ничего непонятного в итоге осталось, потому что первая часть кампании заканчивается хэппи-эндом, скажем так. Но недосказанность какая-то остается. В любом случае, в этом флэшбэке наш главный герой проникает в отель вместе со своим товарищем-агентом, они заходят в некую комнату 1337, затем нам показывают убегающих гражданских, случается сделка, мы за всем этим наблюдаем и затем флэшбэки прерываются. Так вот, друзья, это самая первая кастомка пользователя под ником Спи, она очень старая и выполнена в стиле старого доброго Джеймса Бонда, поэтому давайте на нее посмотрим, давайте ее заценим, с теорией мы с вами разобрались, все хорошо. Заранее благодарю вас за ваши лайки и не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Итак, друзья, миссия у меня скачана, осталось только включить консольку и прописывать свою миссию под названием Map Basic Deal. Да, все-таки у этой миссии существовала предыстория, я поэтому вам ее и рассказываю. Вот та самая комната, вот тот самый отель, где у нас и происходит, собственно, весь экшен в данной миссии. Надеюсь, друзья, в честь возвращения кастомной кампании мы наберем хотя бы полторы тысячи лайков на данном ролике. Спасибо вам большое. Итак, R700, это наш главный герой, судя по всему, будет. В общем, нам снова показывают геймплей отрывками, флэшбэки. Вот тот самый агент, видимо, за которого мы будем играть. Итак, задание называется «Дело». Агент 61, 27 октября 2009 года, Лондон, Великобритания. MI6 зовут нашего агента. Итак, друзья, вот, собственно, тот самый отель. На фоне уже играет музыка из Джеймса Бонда. Да, извините, музыку делаю потише все-таки. Не знаю, как правообладатели относятся к музыке Джеймса Бонда на самом деле. Ну ладно, неважно. Итак, в общем, прибытие в отель. Агент 99, я агент... Там было написано MI6, но, по-моему, его зовут агент 61. Может быть, я что-то путаю, но неважно. Давайте подойдем сейчас к ресепшнам. Агент 99 и агент 61. Пароль. 10, 13, 11. Друзья, ваша комната 1337. Сделка начнется в любую минуту. Ключ. Ключ находится здесь. Угу. Точнее, не ключ находится здесь, а сейчас я вам его дам. Я неправильно перевел, я думал, он находится, может, там на столе еще что-то. Служащий отеля, подставной мужик, как говорится, и там еще один служащий отеля. Так, слушайте, ну пока выглядит очень хорошо. Я бы даже сказал, неплохо. И да, я напомню еще раз о том, что это была самая первая кастом КСП. Она выходила еще до Руфтопса, то есть во время разработки, судя по всему. И я вообще думал, что эта миссия будет присутствовать в полной версии, но, судя по всему, она будет присутствовать именно во второй части компании Руфтопс. 61-й, вы завели. Так, хорошо, без проблем. Давайте это сделаем. Так. И что? А, я думал, у нас тут уже облава начнется. Ты будешь двигаться, дружище? Я думаю, их двигать все-таки здесь не нужно, потому что СП обычно делает хорошие кастомки, где персонажей даже багов никаких не возникает формально говоря. MI6 сказал, что он припрятал снайперскую винтовку в ванной комнате. Запомни, наша миссия... Что-то не успел я перевести. В общем, глаза и уши на вас три, дружище. Да, миссия будет очень сложной. Итак, игра сохранена. Так, все, не теряй бдительности, говорит. Подождем лучше Агента 99, потому что, я не знаю, стелс-элементы здесь еще содержатся. Фили же нет в этом задании. Так, нам дали М9 с глушителем. Надеюсь, он мне все же пригодится, хотя, судя по всему, облава неизбежна в этой миссии. Итак, нам нужна какая комната? Это должна быть комната 1337. Как видите, кстати, в отличие от компании Rooftop, здесь еще нету этой самой надписи 1337. Открываем дверь. Задание выполнено. Возьмите снайперскую винтовку. Так, давай в ванную комнату, там есть снайпа. Кстати, тут еще М16 валяется. Итак, здесь должна быть R700, насколько я помню. Точно. Итак, они приближаются. Давай сюда. Так, следите за сделкой задания сейчас. Окей. Вижу активность в апартаментах напротив. Мы подложили микрофон в их комнату. В общем, сделка начнется, мы все услышим. Итак, как только сделка начнется, говорит, внимательно слушай их переговоры. Кстати, наверху уже вижу подкрепление противника. Стрелять, естественно, нельзя, понятно. Кстати, судя по всему, они ждут именно генерала Романова, я полагаю. А вот и он, кстати. Да, 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 да. Это тот самый как раз генерал Романов, который имеет скин сержанта Камаро. А вот и награда. Очень хорошо генерал. А, ну да, это же они переговариваются. В общем, меняют что-то там на что-то там. Деньги на оружие, судя по всему, меняют. Изначально, кстати, я перетрактовал по-другому эту сделку, когда проходил Руфтопс. Мы это делаем для двух... Блин, опять не успел, в общем, перевести. После войны вам присчитается больше. Войны? Типа, вы сошли с ума. Почему вы так реагируете, генерал? А, я не успеваю. В общем, этот советский генерал хочет развязать войну и прибрать к рукам все, что сможет. Черт, здесь какое-то дерьмо происходит, Агент-61. Нам нужно доложить все, МА-6. Ой-ой, вражеский снайпер, ложись. У меня нет снайперской винтовки, поэтому разбирайтесь с ним сам. В общем, они хотят развязать новую войну, судя по всему. Так. Это как вообще? Подождите, а как я должен был отсюда смыться, если... Она не имеет значения. Давайте переиграем этот момент. Я думаю, это просто рандом какой-то. По идее, здесь граната не должна залетать внутрь. Так, убиваем этого. Убиваем этого. Хотел квикскопнуть одного. В общем, они говорят о том, что хотят развязать войну. И, судя по всему, эта миссия должна была являться именно предысторией к компании Rooftops. Именно поэтому Агент-99 предлагал доложить МА-6 на ресепшн всю информацию. Так, я всех противников убил, надеюсь? А, здесь еще в комнате. Прошу прощения, сейчас все будет. Тебя убиваем. Кто еще? Ты еще? Там пуль непробиваемое стекло или нет? Или я действительно промахнулся? Подожди. Странно, как-то там пули остались. Я подумал, это стекло. Через стену нельзя его убить. А, придется ждать теперь, когда он вылетит. Ну, слушайте, мне задание нравится. Весь экшен, правда, начнется прямо сейчас. Наконец-таки я дождался. Чисто. Я думаю, они прислали за нами еще больше людей. Возьми автоматическую винтовку. Да. Штурмовую винтовку. М4 карабин. А, это не М16 была. Окей, я обознался, значит. Открываем дверь. Сваливаем отсюда. Гражданские уже полностью убегают. Но это я видел, кстати, уже в Rooftops. А вот и они. Ой, кстати, скины из МВ3, по идее, да? Личная охрана Макарова, судя по всему. Выглядит, конечно, все великолепно. Правда, проблема в том, что у нас нет вообще никакого укрытия. Нам нужно выбраться из этого помещения. Пойдем. Пойдем, дружище, пойдем. Агент 99. Как думаете, брать оружие какое-то? Давайте возьмем на всякий случай. Не знаю, много ли тут придется пострелять. Пойти по лестнице будет самоубийством. Они наверняка уже забаррикадировали выходы. Мы можем использовать лифт. В общем, шахту лифта, как я понимаю. Так, окей, давай попробуем. Открываем двери лифта. И там сейчас генерал Романов, да? Вау, аж солдат стонет от боли. Как же это тяжело. Агент 99, разрешите спросить? Вы... А, я, видимо, иду первый. Да. Не хочу просто нарушать хронологию. Окей, теперь люк. Угу. В общем, он залочен. Он застрял. Что-то в этом роде. Не получается у меня. Пресефт, опен, хэч. Ну. О, нет. Кажется, у нас проблема. Мы кинанули агента 99. Ладно, по шахте лифта тогда поднимаемся на самый верх. Слушайте, мне нравится. Мне правда нравится. Правда, то, что нас отрезали от единственного союзника в этой компании, я думаю, это довольно плохо все-таки. Окей. Ждем, друзья. Может, МП-5 возьмем? Я, видимо, опять пропустил какой-то гениальный момент. Судя по всему, там нужно было спрыгнуть. Да, я опять заговорился и все пропустил. Давайте еще раз. Не работает, застряло. Давай еще раз. Давай, 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 давай. Слушай, люк, открывайся. Давай. Вот, наконец-то. В прошлый раз хотя бы более-менее получилось. Я понял, что надо было сделать. Да, я заговорился маленько. Нужно было спрыгнуть на вот этот лифт, по идее. Есть контакт. Все, хорошо, работаем, друзья. Продолжаем выполнение заданий. Так, что у нас теперь? Открыть люк, давай. Ну, хотя бы... Молчание ягнят 2.0. Ничего себе. Хорошо. Что произошло? Длинная история. Неважно. Окей, теперь мы можем использовать лифт, чтобы выбраться отсюда. А, спасибо за игру. Все, это была вся кастомка, друзья, по идее. Еще будет финал какой-то? Нет, все, друзья. Это был, как говорится, просто текст. Итак, в общем, что я думаю по поводу этой кастомки? На самом деле, она мне понравилась. Несмотря на то, что это демо-версия, то есть это еще не полная версия задания The Deal, она мне на самом деле понравилась. Огромный респект пользователю под ником SPI за то, что создал это все дело. И я надеюсь то, что во второй части кампании Rooftops мы наконец-то увидим полноценную версию данной кастомной миссии. Ну, то есть, во всяком случае, предысторию сделки и возможный финал, потому что, как мне кажется, подобный эскейп, он довольно странно выглядит, не считаете, не находите. Ну, а на этом все, друзья. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Также не забудьте написать в комментариях, что вы думаете по поводу этой кастомной миссии. Желаю вам всем удачного дня, играйте только в хорошие игры и играйте только с хорошими модами. Всего доброго, всем пока.